В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Новые назначения администрации города Караганды и области. Лучший товар Казахстана. Региональный конкурс-выставка определил лучших товаропроизводителей области. Казлардинский кайсар уступил в матче шахтеру в 18-м туре чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов премьер-лиги со счетом 1-4. 28 июня Аким области Нурмухамбет Абдибеков провел собрание актива Караганды, на котором представил нового руководителя города. На эту должность по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и согласие депутатов городского маслихата распоряжением главы региона назначен Нурлан Аубакиров. Нового Акима города активу Караганды представил Нурмухамбет Абдибеков, глава региона. Он напомнил, что для плодотворной работы на новом посту необходима активная позиция горожан, которую надо постоянно поддерживать. Без активности самих горожан, без активной позиции, такой гражданской хорошей позиции, через сегодняшних участников, в том числе этого актива, это сложно решать задачи. Это содержание города и просто проживание, это общая задача. Просто Аким города и Акимат города, он на острие находится и все. Аубакиров Нурлан Ерикбаевич, 1975 года рождения, имеет два высших образования по квалификации экономист-юрист. На государственной службе с 1997 года трудовую деятельность начал старшим, затем ведущим казначеем Карагандинского областного управления казначейства. Имеет опыт работы на руководящих должностях в местных органах государственного управления. Работал руководителем аппарата Акима района имени Казыбекби города Караганды. Возглавлял самостоятельный отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды. Был Акимом района имени Казыбекби и Октябрьского района. Назначался заместителем руководителя аппарата Акима области, заместителем Акима города Караганды. С мая 2012 года и до сегодняшнего назначения работал Акимом города Балхаша. Хотел бы поблагодарить весь депутатский корпус за поддержку. Понимаю и осознаю большую ответственность на данном посту. Приложу все силы, все знания, весь опыт для достижения всех поставленных вами руководством области, руководством странных задач для улучшения качества жизни всех карагандинцев, включая каждого карагандинца. Нур-Махамед Абдебеков поставил конкретные задачи перед новым Акимом Караганды и перед Активом. Особенно подчеркнул, что задача вхождения страны в 50 экономически развитых государств мира практически выполнена. Сегодня необходимо реализовывать стремление Казахстана войти в 30-ку наиболее развитых стран. Если каждый регион, включая каждый город, будет ставить такую задачу и входить в эту 30-ку, то и страна в целом будет в этой 30-ке. Это не просто так какая-то задача, скажем, имиджевая. За этим стоит реальное удовлетворение социальных запросов вашего населения. Сергей Высокосов, Улжас Габбаса, Бахия Роспанов, 1-й, Карагандинский. 30-го июня Акимобласти Нур-Махамед Абдебеков провел аппаратное совещание, на котором был рассмотрен ход исполнения инвестиционных программ с объектами естественных монополий. С информацией по этому вопросу выступил руководитель департамента агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области Ширенали Усенов. На сегодняшний день департамент как инфраструктурный регулятор осуществляет функции тарифного и технического регулированной деятельности 112 субъектов естественной монополии по 196 регулируемым услугам. Кроме того, осуществляет функцию ценообразования в отношении порядка 27 субъектов доминантов. Он сообщил, что из имеющихся в регионе 112 субъектов естественных монополий, 63 имеют малую мощность и по ним не требуется принятие инвестиционной программы. Из оставшихся 49 субъектов естественных монополий по состоянию на 1 января 2014 года имеют утвержденные инвестиционные программы 24 субъекта на общую сумму порядка 11,4 миллиарда тенге. В результате проведенной работы полностью ликвидированы сверхнормативные потери и значительно снизились нормативно-технические потери теплоэнергии, водоснабжения и электроэнергии. Так, в 2013 году ТО «Караганды-Жарык» инвестиции в программу по ликвидации сверхнормативных и снижению нормативных потерь составили 8,2 миллиона тенге или 103% к плану. Кроме того, на внедрение автоматизированных коммерческих систем учета было предусмотрено 6749 миллионов тенге. Мероприятия по внедрению этой системы выполнены досрочно и в полном объеме. В ТО «Караганды-СУ» в 2013 году сумма вложенных инвестиций составила около 717 миллионов тенге при плане 660 миллионов. За счет вложенных инвестиций проведен капремонт на почти 10 километрах водопроводных сетей. Отремонтировано 57 насосных станций. Проведена модернизация канализационных насосных сетей. Приобретена 41 единица автоспецтехники, что позволило оперативно реагировать и устранять аварии на сетях. Однако у руководителя региона возникли некоторые вопросы. Есть ряд субъектов, которые не выполняют свою инвестиционную программу. Что к ним применяется? Компенсирующий тариф вводить или что? Вот допустим Балхаш-СУ, исполнение по 2013 году 13,8%. КРЭК по передаче и распределению электрической энергии 60% исполнение. Акватрейдинг, отвод с точных 72% исполнения. Что там? Меры какие-то принимаются? К 1 августа по всем тем субъектам на ту сумму, которую не выполнили, введем компенсирующий тариф. Вот прошу на это обратить внимание. Аким Крагодинской области обратил внимание и на несоответствие процентного содержания инвестиционных программ и реальных сумм, вкладываемых в эти программы предприятиями. Инвестиционная программа 25 тысяч тенге. 30 тысяч вложил, 116% в исполнение. А мы такие победные реляции тут шлем, что исполняет. Обеспечение авиационной безопасности 116 тысяч тенге. Что это за мероприятие за 116 тысяч тенге? Бумагу купил или что там? Это реально так или это, скажем, цифры такие, лишь бы что-то обозначить там? Если так, то, наверное, тут надо пересмотреть подход. По итогам совещания глава области дал ряд поручений, касающихся исполнения субъектами естественных монополий, принятых инвестиционных обязательств. Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Батья Роспанов, 1-й, Карагандинский. На этом же аппаратном совещании были представлены новые руководители департаментов по делам обороны Карагандинской области и по исполнению судебных актов региона. Ордак Кукатов назначен начальником департамента по делам обороны Карагандинской области. Он 1968 года рождения. Окончил Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище. С 1989 по 1991 год был начальником расчета радиотехнической батареи зенитно-ракетного дивизиона. С 1991 по 2008 год проходил воинскую службу в Гурьевской, ныне Атураусской области, был помощником начальника, начальником отделения Махамбетского районного военного комиссариата, заместителем Махамбетского объединенного районного военного комиссариата Атураусской области, военным комиссаром Курмангазинского и Махамбетского районов, заместителем начальника мобилизационного отдела, начальником отдела офицеров запаса и кадра Атураусского областного военного комиссариата, Далее начальником отдела по делам обороны Жилойского района Атыраусской области. С 2008 по 2009 год работал старшим офицером, затем начальником отдела департамента организационно-мобилизационной работы Министерства обороны Республики Казахстан. С 2009 года до назначения был начальником департамента по делам обороны Атыраусской области. Приказом Министерства юстиции Республики Казахстан Базылов Рахмет Амантаевич назначен в порядке перевода руководителем департамента по исполнению судебных актов Карагандинской области. Рахмет Базылович, 1973 года рождения, образование высшее, в 2001 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по квалификации юрист. С мая 2012 года до назначения возглавлял департамент по исполнению судебных актов Североказахстанской области. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Galvin Профиль Galvin 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galdex не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Депутаты областного маслихата провели заседание постоянной комиссии. На повестку дня вынесли два вопроса. Реализация государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» в районах области и развитие здравоохранения в Казахстане на 2011-2015 годы по программе «Саламаты Казахстан». Как известно, по двум государственным программам во всех районах и городах Казахстана проводится большая работа. К примеру, в Щецком районе по программе «Дорожная карта занятости-2020» подали заявки 568 человек, а на развитие программы из бюджета были выделены 112 миллионов тенге. За 2012-2013 годы по госпрограмме 27 проектов осуществились. 93 человека были привлечены на временную работу. В 2014 году 10 проектов получили одобрение, тем самым 67 человек были трудоустроены. На сегодняшний день три проекта ждут своего завершения. Что касается Улытауского района, в 2013 году на развитие госпрограммы были выделены 137 миллионов тенге. Денежные средства направлены на нужды в полном объеме, отметил заместитель Акима Улытауского района Берег Акышпеков. В районе оказывается всесторонняя помощь трудоустройству, особенно молодежи. По данной программе в районе были трудоустроены 7 человек. По второму направлению государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» акцент делается на развитие предпринимательства в районе. По словам Берега Акышпекова, 11 индивидуальных предпринимателей Улытауского района получили поддержку со стороны государства. Бизнесмены занимаются открытием своего дела в области животноводства, общепита, пекарни и не только. Второй вопрос, который обсудили народные избранники, касался государственной программы «Саламатта-Казахстан», главной целью которой является улучшение здоровья граждан страны. О реализации госпрограммы в Карагандинской области рассказал Ержан Нурлыбаев, начальник областного управления здравоохранения. Бюджет здравоохранения ежегодно увеличивается в среднем на 10%, однако Карагандинской области по уровню финансирования отрасли в расчете на одного жителя занимает 10 место в разрезе областей Республики Казахстан. За три года проведены ремонты объектов здравоохранения на сумму 2 млрд за 682 млн. тенге. На медицинское оборудование затрачено 4 млрд за 255 млн. тенге, из них 16% за счет средств местного бюджета. В результате реализации программы «Саламаты Казахстан» развитие здравоохранения на 2011-2015 годы в стране оснащенность медицинских организаций в области в среднем составила 61,42%. Этот показатель говорит о том, что Карагандинская область занимает 39 место в Республике по материально-техническому оснащению медицинских работников. Однако вопрос нехватки медицинских кадров в области пока остается открытым. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Ежегодный региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» прошел 28 июня в Караганде. Его организаторами выступили Акимат области, Управление промышленности и индустриально-инновационного развития, а также Департамент комитета технического регулирования и метрологии. Больше 60 предприятий нашего региона выставили свои товары на всеобщее обозрение. Посетители выставки могли не только посмотреть, но и купить приглянувшийся экспонат. Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» проводится у нас уже несколько лет подряд. Всех ее участников традиционно делят на три категории, в которых выбирают победители. Первая номинация называется «Лучшие товары производственного назначения», вторая «Лучшие товары для населения» и третья «Лучшие продовольственные товары». Предприятие существует давно, в центре города Караганды. В настоящее время производим мебель, мебель разноплановую, мебель для детских садов, школ, учебных заведений, мебель для армии, мебель для внутренних поисков, для пограничных поисков, мебель для населения. Оценивали конкурсантов члены областной экспертной комиссии из числа сотрудников областного управления промышленности Департамента технического регулирования и метрологии. Основными критериями для них являлось качество продукции, ее оригинальность и конкурентоспособность. За право стать лауреатами в номинации «Лучшие товары производственного назначения» воролись 40 предприятий. В итоге обладателями дипломов 1, 2 и 3 степени стали ОО «Шубар Колькумыр», ТО «КЗМК Мсталькон» и ТО «Кастехфильтр». На победу в номинации «Лучшие товары для населения» претендовали 15 предприятий. В результате жюри признал лауреатами ТО «Экспериментальный завод номер 1», ТО «Азиатекс» и ТО «Автобаян». Их представители получили специальные дипломы. Первое место в номинации «Лучшие продовольственные товары» заняла ТО «Баян». Дипломы 2 и 3 степени получили представители ТО «Актомак» и ЭП «Калиев». Проведение таких выставок – это прежде всего возможность на конкретном примере ознакомиться с ходом реализации принятых нами программ в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития, изучить и обобщить наработанный опыт, а затем использовать его в повседневной работе. Также специального приза Акима области за высокое качество продукции и совершенствование производства удостойны ТО «ИП» Барусан-Макина «Казахстан». Предприятие является частью крупного турецкого хоудинга. Казахстанская компания занимается поставками строительной и сельскохозяйственной техники, горнодобывающего оборудования и дробильных установок. Все лауреаты областного этапа конкурса «Лучший товар Казахстана» отправляется в Астану. В столице пройдет финал. Алена Слонько, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В Центральном парке культуры и отдыха состоялся 17-й областной фестиваль «Творчество души для детей с ограниченными возможностями», посвященный 80-летию города Караганды. В программе организован гала-концерт и выставка «Мир моих увлечений». Фестиваль начали с истории о нашем городе. Спектакль под названием «Моя Караганда» показали исполнители Народного театра, мимики и жеста областного Дома культуры «Глухих». Участники приготовили более 50 номеров разных жанров. Они танцевали, пели, играли спектакли и показывали свои необыкновенные интересные наряды. Такие фестивали очень нужны и важны. Они помогают нам встречаться с друзьями, показывают свои таланты, на что мы способны. Я хотел бы поблагодарить организаторов этого фестиваля за то, что они сделали нам такой праздник. В фестивале принимали участие более 300 человек из городов Караганды, Тимиртау, Шахтинска, Жасказгана, Балхаша, Сарани, Абая и Каркараминска. У нас в фестивале также есть конкурс авторских песен и стихов. В этом году он посвящен 80-летию нашего любимого города. Порадует фестиваль также творческий конкурс «Мисс и мистер-фестиваль», где заявлено 24 участника, 12 парк, со всех общественных объединений, домов культуры, глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих, а также медико-социальные учреждения Караганды, Каркаралинска, Сарани. Фестиваль творчества души впервые стартовал в 1992 году по инициативе специалистов областного научно-методического центра досуга и народного творчества. И год от года расширяется география его участников. Я всегда мечтала исполнить песню Ансаханы на казахском языке, и вот моя мечта сбылась. Я выступила на этом фестивале. Я всегда рада, что нас приглашают, и очень приятно, что среди глухих проводят такие мероприятия. Также была проведена выставка художников декоративно-прикладного искусства коллекционеров и фотохудожников. Традиционный фестиваль проводится с целью адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями для развития их творческих способностей и талантов. Лариса Хусейнова, Нурсултан Исаев, Искандер Капабаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Не бей, включайтесь. Окна Артек. Идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна Артек. Ваше спокойствие на долгие годы. Артек. Окна для жизни. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинский «Шахтер» в 18-м туре чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги с крупным счетом переиграл Кызлардинский «Кайсар» с отчетом 4-1. На стадионе «Шахтер» города Караганды состоялся матч 18-го тура чемпионата Премьер-лиги между командами «Шахтер» и «Кайсар». В первом круге 27 апреля в гостевой игре «Горняки» уступили козлардинцам 1-0. Именно в Караганде на родном поле для футболистов «Шахтера» представилась хорошая возможность взять реванш и показать тот горняцкий дух и мощь, свойственные только карагандинским футболистам. Набирает ход нападающий карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич. В противостоянии «Горняков» с козлардинским «Кайсаром» Топчагич оформил дубль. Еще по голу в составе хозяев поля провели Улан Кунасбаев и Роман Муртазаев. Когда счет уже был разгромным, свои снайперские способности вновь продемонстрировали Римма Хунт, сумевший смягчить неудачный матч. Теперь Виктору Кумыкову и компания «Персей» доказывает свои амбиции в Лиге Европы. Это будет непростая задача. Они зря говорят, что дома и стены помогают. Мы с хорошей командой сегодня играли. И первый тайм игра была практически весь тайм равная. Мы забили гол с углового, и они могли забить тоже у них несколько моментов неплохих было. Жезер Абдриимова и Днежакам Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сау Булгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин